Здравствуйте! Тема нашего занятия сегодня — это уважение отца и матери, то есть почитание родителей. Заповедь почитания родителей, она исходит из важного человеческого качества, как благодарность. Родители — это те, кто привели нас в этот мир. Говорят, что в создании человека участвуют трое — отец, мать и Всевышний. Поэтому отношение к родителям в какой-то мере как отношение ко Всевышнему. Родители привели нас в этот мир, родители вложили, когда мы были маленькие, дали нам всё самое лучшее, не спали ночами, и вставали, вставали, давали нам материально, морально, душевно всё самое лучшее и настолько, насколько они могли, когда мы были маленькие. Мы выросли, мы вырастаем. Родители проходили с нами все сложные периоды в нашей жизни. Гилит, Багрут, переходной возраст — особенно сложный период для отношений между детьми и родителями. Родители тоже должны были как-то пройти это с нами. То есть всё за то, что вложено в нас, мы должны как бы вернуть. Есть какой-то долг, который мы должны вернуть. Поэтому в основе этой заповеди, прежде всего, лежит благодарность. И она учит нас, как самых нормальных людей, прежде всего, и евреев, быть благодарными всеми всему, что мы получаем в этом мире. Прежде всего, Всевышнему, родителям, любым людям, которые дали нам, вложили в нас. Раф Мебрис говорит, что если у человека есть какой-то недостаток, то он просто человек с недостатком. Но если у человека нет качества благодарности, то он просто не человек. То есть благодарность делает человека человеком. Мы говорили, почему об этой заповеди нужно так, почему она так важна. Почему она имеет такое вот, занимает огромное место в жизни еврея. Прежде всего, она относится к ассарадиброд, к десятью речениям, которые еврейский народ получил на гре сена. И она относится не к заповедям между человеком и человеком, а относится, прежде всего, к заповедям между человеком и Всевышним. Поэтому исполнение её, оно относится к то, что мы говорим, заповедям прямыми в сторы. Был такой Раф Абая, который говорил, лучше бы я, хорошо, что я сирота, потому что я никогда бы не смог бы в правильной мере выполнить эту заповедь. Но мы должны учиться. Мы должны учиться, как правильно жить в этом мире, и как правильно относиться к родителям. Почему? Всё-таки это такая непростая заповедь с точки зрения и родителей, и детей. Прежде всего, часто есть не очень правильная или хорошая коммуникация между ребёнком и родителем. Родители часто, одни и те же дети, дети, выросшие в одной и той же семье, каждый выходит с каким-то своим ощущением из дома. Когда он женится, один выходит и говорит, у меня было счастливое детство. Я получил от родителей всё. Второй разочарован, недовольный, недодали, недополучили. Откуда это в одной и той же семье? Когда каждый детей выходит, родители дают как бы одно и то же. И это, может быть, даже дети, которые растут вместе одной и той же погодки, с разницей небольшой, они получают приблизительно одно и то же. Почему один выходит с ощущением, недополучил, а второй – самое лучшее детство, которое можно себе представить? То есть очень часто мы, как родители, вы, как будущие родители, можем допускать ошибки. Например, когда родители часто говорят «нет, нельзя», «нет», «никогда», запретить всегда легче, чем сказать «да». Потому что запретить – это тоже человек перестаёт что-то делать, ребёнок перестаёт что-то делать, ребёнок, который хочет помочь родителям, а родители этого не хочут, он тоже говорит «не делай». И тогда он сидит на месте. Когда он ему говорит «да», значит, он должен как-то научиться с этим что-то делать, с тем, что будет мусор, с тем, что он может упасть, с тем, что может как-то чему-то навредить. Тора говорит, Раф Герш говорит, что прежде всего ребёнку нужно дать всё, что можешь ему дать. То есть прежде всего ты должен сказать ему «да», а «нет» ты должен ему сказать тогда, когда это может повредить или его телу, или душе. То есть прежде чем сказать «нет», нужно хорошо подумать. Прежде чем сказать «да», нужно тоже хорошо подумать. Но уклон, прежде всего, нужно стараться ребёнку дать всё, что он хочет, с учетом того, что это не повредит его душе и его телу, и он не вырастет этого избалованного человека. Что такое избалованный человек? Что такое потребности, которые удовлетворены? Избалованный — это обычный человек, которому отдают и ничего от него не требуют. И дают ему, как правило, те вещи, в которых он не нуждается, больше, чем это нужно. Или по возрасту он может делать это сам, или по своим способностям он действительно может помогать родителям. Когда ребенку дают и ничего не требуют взамен, то он, в конце концов, потом начинает бить своих родителей, начинает их оскорблять. И он вырастает неблагодарным человеком. От него никогда ничего не требовали, ему всегда все давали. Поэтому, безусловно, в мере давания дать ребенку все должно быть всегда соображение, ли его это построят, сделать из него лучше или, наоборот, его испортят. Говорят, что избалованный ребенок и ребенок запущен, ребенок, который недополучил, они находятся по отношению к своему функционированию в мире, после того, как они вырастают, одинаково. Потому что избалованный ребенок, он не приучен ни к чему, он как бы ничего не может, он не может лить модет, не может правильно жить в этом мире, у него нет никаких правильных инструментов. Ему все давали, он приучился брать. А запущенный ребенок, он тот, которого мы не додали. И они находятся где-то на одном уровне. Поэтому, прежде всего, ребенку нужно дать ноги. Где-то слышала, что очень хорошее, единственное, что можно дать ребенку, это ноги и крылья. То есть, ноги для того, чтобы он ходил правильно по жизни, а крылья для того, чтобы он был не только на земле, чтобы у него были какие-то ценности, чтобы он жил духовной жизнью. То есть, это вот, нет, нельзя, я знаю, знала одну семью, она рассказывала, мать семейства рассказывала, что она из семьи, откуда-то из Оду, или близко к тем местам. Там было в семье 9 детей, и родители всегда говорили, нет, нельзя, не это, не сейчас, не тогда. То есть, было очень много нет. И 9 детей оставили в Тору. Родители не объясняли ни почему. Да, они были достаточно простые люди, у них не было достаточно знания. Но они всегда многие вещи говорили, нет. А потом, когда эти дети поженились и построили свои семьи, они все вернулись, все 9 детей вернулись. То есть, это понятие сказать, да, но, если я не могу тебе сейчас дать, я дам тебе, но не сейчас. Это звучит много лучше, чем нет, нет, ты это сейчас не получишь. Я дам тебе, но не сейчас. Вот это вот, прежде всего, да, даже если вы не даете сейчас, оно должно звучать в отношениях между родителями и ребенком. Тогда ребенок будет все время ощущать, что у него есть. Это идет в совершенно подсознательном уровне. Да, он слышит «да», он не слышит вторую половину. Или наоборот, он слышит «нет», он не слышит, что, может быть, потом я дам. То есть, прежде всего, это как бы простые вещи, которые очень связаны с нашей формой выражения, как мы выражаем, они могут создать совершенно другие отношения между родителями и ребенком. Еще дать ребенку альтернативу. Сказать, эти конфеты я тебе не могу дать, но я могу дать тебе какое-то другое пирожное, потому что оно не портит аппетит. Или это платье ты не можешь одеть, но зато ты можешь одеть что-то другое, выбери. Кроме того, ребенка приучать с детства выбирать. Тогда вырастает человеком, у которого есть понятие «выбор». Выбирать на самом маленьком уровне. Когда говорят, что детям нужно дать возможность выбрать самим веру, увлечение, много каких-то вещей, особенно соблюдать, не соблюдать, правильно жить, то это преувеличенное доверие к ребенку, потому что ребенок в определенном возрасте не может делать правильные выборы. Но на уровне каких-то вещей, что покушать или что одеть, или какие-то вещи, то да, может давать ребенку выборы, и у него остается ощущение, что он хозяин, что он выбирает, что он знает. И тогда у него это снижается его сопротивление. Опять же, кроме любви, кроме того, что родители дождают ребенку басистную любовь и басистное доверие, обязательно нужны границы, потому что границы делают человека человеком, они строят его стержень. Человек, который вырастает в постоянном любви и давании, он не понимает, у него нет понятия ценностей, и не выстроена его личность, нет границ его личности. И тогда с возрастом он должен сам строить собственные границы. Очень часто сталкиваешься с взрослыми людьми, которые говорили, я в доме своей не знала, что такое границы. Мои родители никогда не говорили нет. Я говорила как-то с одной женщиной, она сказала, я помню себя ребенком, и всегда, я часто хотела, чтобы мама сказала нет. Я хотела пойти играться с какой-то девочкой, и меня очень тянуло, но я внутри хотела, чтобы мама сказала нет. Или ей тяжело было отказать этой девочке, или она внутри думала, что лучше остаться дома. И дети во многом внутренне, они просят, они хотят этих границ. Потому что границы дают им опору, они дают им направление. Как у реки, у нее есть свои берега. Точно так же ребенка, когда мы вырастем, у него должны быть какие-то берега. И тогда он сможет нормально и спокойно, его жизнь может течь, он сможет расти. Говоря, что такое настоящее душевно здоровый ребенок. Душевно здоровый ребенок, во-первых, это ребенок, который доволен, ребенок, который все время ноет, и которому плохо. Но прежде всего тот, у которого есть равновесие между любовью и границами. Который умеет принять любовь, который умеет дать любовь, который уважает себя и других, и у которого хорошая самооценка. И когда родители дают ребенку вот эту вот, с одной стороны, эту безусловную любовь, а с другой стороны границы, он вырастает достаточно гармоничный ребенок и потом гармоничный человек. То, что мы называем, это берьютоневшит, душевно здоровый человек. И тогда он сможет стать полноценным мужем или отцом, матерью. Очень важно окружение ребенка. То есть родители, я знаю семьи, где с точки зрения Торы очень важно жить, не столько важно красивый район или комфортабельная квартира, хотя это очень важно, но самое главное это окружение. Потому что окружение 90% формирует нас и особенно детей. Так как дети, они воспринимают мир в чистом виде, у них нет достаточной еще критики. Поэтому на ребенка ребенок очень подвержен влиянию. Поэтому больше всего на него оказывает окружение то место, где он живет, то место, где он учится. Поэтому очень важно, чтобы ребенок рос среди тех, кто уважает родителей. У меня, например, зять из семьи, 12 детей израильских. Израильская семья. И я вижу по нему, как его воспитывали родители. Как для него слово родители. Что он делает для своих родителей. То есть воспитание в духе уважения. Это очень важная вещь. Во многих семьях это не в плане, что родители требуют. Это висит в воздухе. Это родители получили от своих родителей. Это настолько воспитывается с кровью, впитывается с кровью, с молоком матери, что становится совершенно естественным. Как я могу матери сказать нет. Или как я могу отцу грубо сказать. Или как я могу не помочь, когда это так важно и нужно. Это становится частью жизни. И очень важно, чтобы дети, мы сами как бы росли среди, были среди таких людей. Потому что когда мы видим людей, которые пренебрегают своими родителями, а в бывшем Советском Союзе это было нормой, то, я не знаю, может быть не во всех семьях, но в том, что я видела. То есть родители, они были где-то на уровне, в лучшем случае, подружек, друзей. Не всегда к ним относились с уважением. Никогда никто нас этому не учил. Но в тот момент, когда человек начинает жить, опять же, более осознанно и понимает, насколько это важное место, он может над этим работать. Но очень важно, чтобы он жил, что вы жили. И вообще ваши дети среди людей, которые это ценят. Опять же, фильмы, информация, которые ребенок получает, очень важно, чтобы там было информация, чтобы там было вот это понятие уважения. Очень важно, опять же, понятие «ковод» родителей. Да, есть еще понятие «ира». «ира» — это не страх, можно перевести как «страх». Но больше всего подход слова, я думала, какое слово русское проходит, это «благоговение». Благоговение, да. К родителю испытывают, можно испытывать в каком-то плане страх, но это может быть поведение больше страха, чем вот постоянно бояться. То есть благоговение перед кем-то, кто больше тебя, кто выше тебя. Да, есть понятие иерархии. В этой иерархии родителям выше, чем ребенок, да. И только тогда, если мы поставим родителя выше, чем мы сами, мы сможем от него что-то получить. Кроме всего прочего, отношение наше к родителю — это отношение наше ко Всевышнему. То есть это прототип нашего отношения ко Всевышнему. Если у человека бальчува, который плохо относится к родителям, он не сможет хорошо построить правильное отношение со Всевышним. Но, прежде всего, понятие, как мы выражаем это понятие ира, и как это понятие кого-то. Для родителя очень важно, чтобы у него было свое место. Мы говорим, что если мы покупаем мебель, должно быть, я знаю у моих соседей, они сефарды, у них это идет еще из культуры, большой стул с подлокотниками, да. То есть это стул для папы. Похожий стул для мамы, может быть, немножко меньше, потому что там папа больше, мама меньше. Но два стула. Известно, что это один стул папы, второй стул мамы, и что у них сидят родители, да, особенно место папы. Это очень важно. Его можно занять только с разрешения папы, да, с разрешения родителя. Опять же, это не для того, чтобы подпитать как бы эго папы или чтобы папа почувствовал, что он хозяин, хотя это важно. С точки зрения небес, это очень важно, что есть тот, от кого мы можем получить. Есть статус родителя, который знает больше, который понимает больше, у которого мы можем учиться. Он должен быть и родителем, и нашим учителем. Опять же, я говорю о обычной стандартной религиозной семье. Если мы говорим о семье Балетшува, когда родители не соблюдают митцвот, у нас тоже есть обязанность по отношению к ним, как к людям. По отношению к Торе или по отношению... То есть, есть две вещи, которые мы не обязаны по отношению к родителям. Одна, это если родитель говорит нам нарушить Тору, да, мы не обязаны слушать. И второе, если он говорит, что выходи замуж за этого человека или же не за этого, а мы этого не хотим. То есть, это две вещи, которые мы можем сказать родителю нет. То же касается Торы, то есть Всевышний выше, чем родитель, и поэтому мы должны служить ему. И опять же, ни в коем случае, так как мы все Балетшува, большая часть, ни в коем случае нельзя обижать родителей, которые это не соблюдают. У нас сохраняется кого до тех пор, пока они не говорят нам, не слушай Всевышнего, дело, как я тебе говорю. И что такое по-настоящему кого-то? Да, мы говорили на прошлом уроке, что часто есть конфликты с родителями. Не всегда отношения, мы говорили только что с вами, что не всегда отношения складываются очень гладко. Иногда у нас остаются очень сложные, тяжелые осадки после... Говорят, чем занимается пара после свадьбы. Они сидят и обсуждают, как им было плохо в доме родителей. Есть много версий, чем занимается после свадьбы. Одна из версий – это обсуждение, что они делали в доме родителей, как они хотят не повторить это в своем новом доме. Поэтому очень многие выходят с каким-то осадками. Как после этого этот человек должен уважать родителей, бояться в каком-то плане. Для этого есть специальные законы, которые дают нам возможность, даже если у нас эмоционально мы не готовы это сделать, мы можем делать это функционально. Ковод – это не любовь. Любовь, она связана с чувством. Ковод – он связан с нашим умом. Мы знаем, как правильно, и мы можем на уровне ума правильно это делать. Что такое правильный ковод? То есть, прежде всего, это дать родителям то, что необходимо. Удовлетворить их потребности. Это вода, это еда, это питье, это средства существования, это тепло. Это может быть на деньги самих родителей. То есть, если у родителей есть деньги и достаточно, то для этого необязательно тратить свои деньги. То есть, тратить деньги – это не входит в понятие ководы. То, что мы говорили – дать место. Ни в коем случае нельзя сказать папе и маме – нет, ты не права. Как мы часто это делаем. Мы относимся к ним – нет, ты не права, но зачем ты? Это не так. Особенно, когда мы слышим какие-то там новости. Родители говорят – нет, я так не думаю. Нет, я так думаю. Мы начинаем спорить. С точки зрения закона нельзя спорить с родителями. Можно сказать – не сказали. Да нельзя сказать родителю – нет напрямую. Можно сказать – в какой-то завалированной форме. Я думаю как-то немножко иначе. Я с тобой согласен, но может быть это иначе. Она будет очень осторожна не входить в конфликт. Поэтому многие рыбаним советуют жить не рядом с родителем для того, чтобы не входить в какие-то недавно конфликтные ситуации. Потому что когда живут рядом – есть очень много поводов для этого. И наоборот, если есть какая-то… Я знаю, был Раф, я слышала недавно такую историю, что его мама в каком-то возрасте… Началась деменция – это старческое слабоумие. И она сначала напросила какие-то нормальные, реальные вещи, а потом она попросила, чтобы он привел ей жениха. Она была очень пожилой женщиной. И так он понял, что это невозможно, он просто уехал в другой город. Он уехал в другой город, но как бы начал помогать каким-то другим образом, не напрямую. Можно помогать через третье лицо. То есть он не мог сказать «нет». Поэтому часто нам приходится действовать через третьего лица, потому что невозможно сказать «нет». «нет». То есть сделать в какой-то форме, чтобы, не дай Бог, не обидеть родителя. Нельзя… Сказано, почему не говорим «брахон» – это «митсва». Это «митсва» – «мидра», это «митсва» – «прямая стора». Почему не говорят «брахон»? Одна причина, что эта «митсва» очень естественная. Она связана не только с нашим понятием «еврейство», «стора» и «митсва». Это «митсва» – это общечеловеческое понятие «уважать родителей». Она настолько общечеловеческая, что мы, как евреи, учимся это у нееврея Дана Банатаны и Зашкелона. Это был нееврея Зашкелона. Это классический пример как абсолют, как может даже нееврей уважать родителей. Для нас это как бы пример, что такое уважение родителей. Это «сибор» достаточно известный. Я расскажу в двух словах, что к этому Дана Банатана… Дана… Я всегда забываю его. Дана Банатана – это нееврей Зашкелона. И пришли к нему еврейские мудрецы, чтобы купить драгоценный камень для одежды первосвященника. И ключи от копилки, где были драгоценные камни, лежали под подушкой его отца. Отец спал. И он сказал мудрецам, что я не разбужу отца. Они предлагали ему очень много денег. Но несмотря на это, он отца не разбудил. Потом в компенсацию этому Всевышний дал ему возможность… Как бы у него родилась… В его доме появилась красная корова. Он смог продать и как бы все эти деньги вернулись. То есть это какой-то пример того, как нужно относиться к родителям. С точки зрения Туры, родителя можно разбудить, если он этого хочет. Если мы знаем, что он этого хочет. Родителя нельзя разбудить, если мы не знаем. Но если мы думаем, что он обрадуется того, что мы его разбудили. Например, приехал какой-то очень важный гость. Или в такой ситуации, как у этого нееврея. Если мы можем знать, что родители очень обрадуются, если будет какая-то прибыль, или будут какие-то большие деньги. Или какой-то пришел важный человек, и он будет рад, что его разбудили, его нужно разбудить. Есть ещё такой закон, что надо разбудить Кириад Шма. Если он этого хочет, опять же, если он соблюдает. Не надо будить нерелигиозного папу, говорит, вставай. Проходит время Шма, да. Он может очень-очень обругать вас. То есть, если вы знаете, что для него это важно, и он может пропустить время Шма, его нужно разбудить. То есть... Почему мы не говорим, я говорила, почему не говорим Брахо? Значит, с одной стороны, это естественная вещь, а с другой стороны, сказано, что мы никогда не знаем той меры, в которой Всевышний от нас ожидает этого Ковода, этого Ира по отношению к родителям. Поэтому есть такое мнение, что мы можем сказать Браха Левитала, что мы можем сказать Брахо напрасно, что мы не выполним то, что от нас ожидается. Она не будет соответствовать по-настоящему вот этой заповеди. Так как заповедь сама не ограничена ни во времени, ни в количестве. Мы можем как угодно максимально давать Ковод своим родителям и не ограничено во времени. Моя мама когда-то, много лет назад, она была в доме для престарелых. Я приходила, навещала, и я видела, как много далеко не религиозных людей приходили, навещали своих родителей по несколько раз в день. Это было просто поразительно, видеть отношения детей к своим родителям. Как это было, в какой форме, как они разговаривали с родителями. То есть это, безусловно, показывает о качестве человека. Сказано, что проклинающая отца и мать свою будет предан смерти. То есть с точки зрения еврейского закона, ухая в мета. Но так как сейчас нет цинадрины, нет такого дзюна, то никто никого не убивает, но это очень-очень большое нарушение. Сказано, что родитель ни в коем случае не должен ребенка провоцировать на это. Иногда родитель может в порыве гнева ударить своего подрастающего ребенка, подростка, когда он уже взрослый, когда он может дать сдачи. Это называется не рой ямы перед слепым, то есть ты можешь не ставь препятствия. То есть ты в какой-то момент его провоцируешь на то, что он вернет. Это не маленький ребенок, это взрослый ребенок, у которого силы может разгневаться и может дать сдачу. И тогда это очень сильное нарушение. То есть родитель должен дать ребенку возможность правильно выполнить митцву, он не должен требовать, но должен дать возможность правильно выполнить вину, в очень корректной форме, ни в коем случае не провоцировать на нарушение. Очень важно не называть родителей по имени. Он часто слышит «мама», «папа», иногда это звучит смешно, когда даже нет родителей, жена называет мужа «папа», жена называет мужа «папа», муж называет жену «мамы». Иногда это совершенно молодые родители, не понимаешь, кто мама, кто папа, как-то ужасно все путается. С одной стороны, вы правы вести имя из вашей личности, ваше личное отношение к нему, с другой стороны, это делают именно ради детей, потому что дети маленькие, они повторяют. И они начинают... И ради детей говорят «мама» и «папа», чтобы они называли «мама» и «папа», потому что они начинают потом говорить имена. Если не говорят имена, то не нарушают, то есть это неуважение. Есть некоторый мужчин запрет говорить по имени жене, называть мужа, а не нарушение при детях? Это другое. Это то же самое. Это связано с воспитанием детей. Это связано, чтобы дети не повторяли. Это одно и то же. Это не потому, что... Муж с женой, когда вы становитесь наедине, без слов называете по имени. Это ваше личное отношение. Вы не только папа и мама. Вы муж и жена. Но именно с целью воспитания детей, чтобы они не называли по имени и нарушали... Вы можете, если вы... В бывшем Советском Союзе очень многие называли родителей по имени. И это называлось наоборот. Я подруга своей мамы. Это очень хорошо. Зина, Шура, Маша. Да, даже не было понятия мама. Если нет понятия мамы, если есть только подруга, мама не подруга, то как бы нет ничего. То есть нет этого авторитета, нет этой опоры, нет этой поддержки. То есть нет... У любого человека должны быть мама и папа. Если их нет, то есть тот, кто его заменяет. То есть должны быть авторитеты, должны быть люди, которые могут идти выше тебя, на которые ты можешь равняться, у которых ты можешь учиться. Поэтому если это подруга, которая тебе на равных, то тебе это для жизни ничего не даёт. Подруг очень много. Это то, что происходит в современном мире. Идёт как бы полная нивелировка иерархии. Иерархии между учеником и учителем, между родителем и ребёнком. Единственное отношение, где нет иерархии, это между мужем и женой. Все остальные отношения в мире, у них есть иерархии. Эти иерархии помогают нам строить себя. Муж и жена неравны. Да. Я говорю о близких отношениях, говорю о отношениях внутри. В общем-то, семье, ну даже босс, твой начальник, учитель, рав, родитель, безусловно. Ну, в принципе, считается, вот муж и жена, у них нет понятия иерархии. Они равны. Тем не менее, мужа называют словом начальника. Это личное отношение. Муж, он представитель в каком-то плане Всевышнего, потому что через него идёт Тора. Через него идёт Тора, через него идёт законы. Поэтому есть понятие, кого да. Значит, кстати, женщина, которая вышла замуж, с неё снимается, снимается вот это вот кибут, кибутури, мидарайта. Это уважение родителей с точки зрения Торы, с неё это снимается, переходит на мужа. То есть от неё требуется только уважение своего мужа. Но, безусловно, она должна хорошо относиться к своим родителям, не только к родителям, к своим, к родителям своего мужа. Это очень важно. И очень хорошо, если она называет их по мамой и папой. На нашей прежней родине это было какое-то дурное путто, называют мамой и папой. Всегда называли по имени. Да, я тоже так учу. С точки зрения Тора это очень хорошо. Во-первых, ты сразу сближаешь. Во-вторых, ты тоже можешь дать им какое-то уважение. У женщин нет митцвы. Эта митцва остаётся у мужчин. Женщина, она переходит на мужа. Опять же, если муж не возражает, то нам может дать тот самый кого-то, который от неё требуется, своим родителям до конца их жизни. Но если это идёт в противоречии с интересами семьи и мужа, то нет. Кроме того, понятие кого-то – это не только формальные действия, хотя формальные действия ужасно важны. Важно воспитывать себе действительно вот это хорошее, тёплое отношение, потому что родители очень чувствуют наше сердце. Мы не обязаны с точки зрения сердца. Мы обязаны с точки зрения нашего функционирования, как правильных детей. Но хорошее слово, хорошее отношение, оно всегда больше даже, чем какой-то очень большой, грандиозный поступок, какое-то такое вот самопожертвование. То есть родителям, как правило, очень важно, чтобы дети, они были душевно близки. Поэтому, если можно над этим как-то поработать, это тоже важно. То есть мы говорили на прошлом уроке, это быть благодарны, найти те вещи, которые вы, да, получили. У меня одна знакомая, которая говорила, что мама не дала ей достаточно любви. Но мама дала ей какие-то, какие-то много ценностей, которые её ведут по жизни. Или у каждого есть какие-то вещи, которые не до. Чем больше мы сосредоточимся на том, что да, тем больше у нас будет, тем больше мы будем жить на уровне того, что мы получили, тем более мы будем благодарны. И это как бы отдельная работа. Ещё такая вещь, что нужно встать, когда родители входят. Мы это знаем по нашим учителям, когда учителя входят, хотя в израильских школах, в светских израильских школах дети не встают. Сейчас в последнее время это стали вводить уже в Министерство Радухи-Ног, в Министерство, чтобы дети тогда вставали. Но нам известно, что мы встаём, когда заходит РАФ, но точно так же нужно вставать, когда заходят родители, садиться тогда, когда родитель садится, или когда он уходит. Это касается и матери, и отца. Я была как-то в одном сифарском доме, и видела, как они встречали родителей, и они отходили от родителя, как от котеля, не поворачивались. То есть закон этого не требует. Это была какая-то очень красивая форма уважения. То есть они не поворачивались вообще к спиной. Нужно к этим вещам приучить себя. Мы настолько не привыкли к этому. Я думаю, что родители очень обрадуются, если увидят, что ребёнок, когда они приходят, что ребёнок встаёт. Что-что? Это не отдаляет от родителей? Нет. А как вообще тогда к родителю подойти, исключить советы, когда он для тебя как божество? Это очень хороший вопрос. Кого-то он никогда не отделяет. Кого-то он наоборот даёт, когда вы говорите, я хочу с тобой посоветоваться. Вы даёте человеку кого-то. Вы даёте ему уважение. Значит, есть тот, которого вы можете взять совет. Наоборот. Когда вы встаёте, вы показываете ему, что вы уважаете. Для нас это действительно непривычно. Поэтому я говорю, что это какая-то новая вещь. Вы совершенно правы. Для нас, знаете, похлопать по плечу, сказать, а ты друг мой, мы с тобой как друзья, мы с тобой, нам кажется, что это близость. Но близость может быть разного уровня. Это можно быть близким и в то же время уважать человека. Мы можем опросить советы, мы можем поцеловать, мы можем любить. Но это совершенно другая вещь, которую мы вполне возможно в нашем воспитании, мы не приучены к ней. И мы должны как-то себе это вырабатывать, потому что это вещь, которую мы потом передадим нашим детям. Да, да. 26 лет уже ещё можно? Безусловно, можно и в 86, если есть родители. Как правило, в этом возрасте нет. Безусловно, можно, всегда можно. Надо просто понять, насколько это важная вещь, и её делать, и увидеть, как ваши отношения с родителями сразу улучшатся. Родители вдруг почувствуют собственную значимость. У нас очень часто в нашем воспитании, в БСС, человек как личность, как что-то очень важное и значимое, человек как личность был уничтожен. Он был уничтожен Сталина, был уничтожен всей истории советской. Очень многие люди из БСС с очень низкой самооценкой. Я никто, и мой отец никто. Но если я еврей, я живу правильно, у меня есть достоинство то, что дал мне Всевышний своими заповедями. Я Бен Меллах. Я сын царя. Значит, мой отец, он царь, он представитель самого главного царя на этой земле. Я его приподнимаю, он чувствует себя человеком. Даже если он говорит нет-нет. Если он говорит нет-нет, вы можете сесть, но в принципе я уверена. Мне это очень приятно. Если мои дети встают, я чувствую, хотя я совершенно к этому не привыкла, но это очень приятно. и самое главное, что это как бы правильно. Нельзя причинять боль, физическую боль, душевную, безусловно, родителю и пускать кровь. Например, если вы хотите постричь. Я, например, не могу постричь своего сына, потому что, то есть наоборот, мой сын не может постричь. Я попросила, чтобы он постриг моего мужа. У меня есть специальная машинка. Я попросила, чтобы он его постричь, и он говорит, я не могу, я могу его поцарапать. Если я его поцарапаю, значит, я нарушаю мецфу. Даже это не случайно не специально. Не дай бог, не хотел какого кровопролития. Но это нарушение. Пускать кровь в родители это запрещенная вещь. Если сын должен сделать операцию родителю, например, сын хирург. Вообще всегда это лучше не делать с точки зрения просто общечеловеческой, потому что были случаи, когда это уже отец зарезал своего ребенка и случайно сделал ему операцию на аппендицит самую простую. Ребенок умер под ножом, потому что он так старался, он так хотел, у него руки так дрожали, что он просто сделал какую-то роковую ошибку. То есть даже с точки зрения общечеловеческой не нужно, когда близкие люди делают. Но в отношении уважения родителей и детей, то есть если он самый лучший врач, он сделает самым лучшим образом, это принесет меньшее страдания отцу, то это возможно. Но изначально лучше, чтобы не было. Я знаю, что Раф Зильбер из Ифануры Верха, когда он болел, ему ставили пьявки, вы знаете, что такое пьявки, да, чтобы разжечь кровь. И были времена, когда приходила отдельная женщина-врач, которая делала эти пьявки. и когда ее не было, Хава была очень в растерянности, потому что она не могла это сделать. То есть она с точки зрения закона не могла приставить пьявку, потому что пьявка отсасывает кровь. Это кровоопускание. А как уколы делать? Тоже нельзя? Уколы — это не всегда кровь. Но если может быть кровь, может быть и да, я не думала об этом. Опять же, если некому это сделать, есть опасность для здоровья, для жизни, то безусловно, опасность, какое-то даже сомнение в опасность отодвигает все это. Мы говорим обычную ситуацию, если есть кто-то другой, который может это сделать. Или родитель, он не почувствует его страдания будет меньше, если мы это сделаем. То есть он не должен страдать, если мы это сделаем. Но безусловно, лучше, конечно, чтобы это сделал какой-то третий человек. Есть такая вещь, когда у родителей, не дай Бог, болен какой-то очень тяжелой болезнью. И он хочет знать правду. У меня есть одна знакомая, у которой была такая история, ее папа болел, ей было тогда 9 или 10 лет, и у папы была опухоль мозга, и опухоль давила на глазную нервь, и он потерял зрение. И он хотел знать, что пишут врачи. Он позвал свою дочку, сказал, прочитай мне, что здесь написано. И она его прочитала. Она его прочитала, она не могла прочитать название болезни, она прочитала то, что врачи написали, что у него постепенно атрофировался один орган, один нерв, постепенно, то есть они описывали, что у него атрофировалось, и сколько там ему осталось быть, и сколько, то есть было полностью прогноз описано, и она ему прочитала. И это укоротило его жизнь, он через неделю умер. Она до сих пор не может себе это упростить. То есть для нее было 9 лет, она ничего не понимала, но каждый раз, когда она вспоминает, она начинает плакать, как она могла такое сделать. То есть с точки зрения Тора нельзя укорачивать жизнь родителей, нельзя говорить им вещи, можно обмануть, можно обмануть, можно сказать совершенно другое, потому что мы не можем забирать надежду у каждого человека, тем более у родителей. То есть это укоротить их дни. Поэтому в этом смысле можно сказать неправду, даже если родитель просит это, требует, и говорит, да, скажи, не, ты можешь сделать это против его воли. Мы говорим, если дети, родители, я знаю одну женщину, которая год была в ссоре со своим отцом, это очень тяжелая вещь. Год была в ссоре со своим отцом. Это очень тяжелая вещь, иногда бывают действительно сложные характеры, Всевышний дает разные испытания, иногда испытания с родителями, иногда испытания с детьми, иногда испытания с Парнасой, с Шоломбайтом, у каждого есть то, что мы говорим, какой-то свой пекел, какой-то своя точка, где Всевышний его испытывает, он через это должен вырасти, через эти испытания. И иногда бывают действительно очень сложные и тяжелые отношения с родителями. И хорошо, когда живут на расстоянии, то, что мы говорили, не близко, потому что, если они будут близко, то они будут все время ссориться. Я знаю, что Рэбами Гур и очень много Хасидуиот и Рабаним советуют жить во всем очень не на одной улице. Точно, где-то подальше Рэбами Гур, например, посылают своих Хасидим в другие города, для того, чтобы они там вообще построили самостоятельную жизнь, там много дешевле квартиры, чем в Иерусалиме, и подальше от родителей. Это и дает им возможность оторваться и построить собственную семейную жизнь без влияния родителей, и с другой стороны, не портить с ними отношения. Потому что эти вещи очень тонкие. Очень важно, часто говорят, что делать Геру, что делать Геру, у которого нет обязанности. Герр должен обязательно уважать своих родителей. Потому что если после того, как он стал евреем, прошел Дьюр, и он будет плохо относиться к своему неврейским родителям, то это будет в каком-то плане хило ли шем. Это будет, значит, он стал евреем, и после этого он стал хуже. То есть, нет заповеди и истории, но есть нормальное человеческое отношение к своему родителю, и, безусловно, та самая благодарность, о которой мы говорили. То есть, он столько дал, он столько вложил, он столько сделал, что, как я могу не быть благодарен. Я хотела бы какие-то ваши вопросы и потом продолжить. есть уважение к старшему брату. К старшему брату уважение, не знаю, ли такое же к родителям, но очень, должно быть, не думаю, что такое же, но очень близкое. Просто как человеку к воду бреет. У нас, как и всем людям, есть понятие к воду бреет, мы должны уважать другого человека, уважать в нем целый мулеки, его божественную душу. Даже если он делает какие-то неправильные поступки, мы должны видеть в нем эту божественную душу и уважать его за это. У нас нет никаких законов по отношению к этому, как к любому другому человеку. я не думаю, что можно к любому другому человеку быть в ссоре. Точно так же, ты должен быть... к другому человеку, который тебе предположим не по душе, ты можешь не общаться, когда это предположим тоже твой старший брат. Это проблема, есть обязанности по отношению к старшему брату. Нужно стараться не быть в ссоре, потому что это очень плохо для самого человека, но по отношению только к старшему брату, к остальным я не слышала, чтобы это было на уровне закона. Только на уровне нормального, хорошего человеческого отношения. Есть еще какие-то вопросы? Мы говорим, что отношение к родителям это отношение как к Всевышнему, и что если мы хорошо относимся к ним, то Всевышний говорит, я хочу жителей таких людей. В тот момент, у нас есть возможность божественного присутствия, что мы будем ощущать, что Всевышний с нами. То есть настолько, насколько мы можем быть хорошо по отношению к родителям, настолько мы сможем построить какие-то правильные отношения со Всевышним. Говорят, что Всевышние родители дают тело, отец и мать дают тело, а Всевышний вдыхает жизнь. Есть такая гемара, которая говорит, что родители дают, отец дает все белое, что есть в человеке, а мать дает все красное. Белое – это кости, это зрачок, это жилы, это, мне кажется, ум. А отец, а мать дает понятие бина, кровь. Интересно, что наше врестье переходит через, идет через кровь, да, по матери. Дает кровь, дает цвет лица, может быть, но лицо, зиф по ним, зиф по ним – это сияние лица, дает Всевышнее. И жизнь всем нашим органам, всему нашему, дает Всевышнее. То есть мы иногда можем видеть красивое лицо, но в этом лице нет жизни. То есть как бы человек не живет на уровне души, как будто бы душа не присутствует там. У него, знаешь, мы часто видим на рекламных картинках какие-то модели, они, в общем-то, красивые, но как бы там нет этой души, как будто бы не коснулось Всевышнего. Безусловно, там есть Всевышний, но если человек не живет на уровне своей души, то как бы это не видно в облике, видно только как бы басарвы дам. Ты видишь родителей, но ты не видишь в нем Всевышнего. Говоря, что когда человек стареет, то вначале Всевышний забирает как-то свою часть. Свою часть — это даат, это сознание. сознание — это тоже от Всевышнего. И поэтому часто остается тело, а сознание у пожилого человека уходит. Как это не звучит печально, но, в общем-то, как бы это часто происходит, что иногда пожилой человек физически он еще жив, а на уровне сознания, его ума как бы его меньше. То есть сначала Всевышний не оставляет его, он с ним, безусловно, жив, но в каком-то плане ослабевает вот этот даат, ум, то есть та часть, которую дал Всевышний. А родители, как бы, во влиянии родителей, то тело, которое они дали, остается до пока человек не умирает. Интересно, что понятие ководы к родителям существует после смерти тоже. До 120 лет родителям, но даже когда они умирают, есть понятие ководы, это год, год после смерти родителей дети соблюдают это с точки зрения ководы, потому что по отношению к, не дай бог, к мужу, к детям или прочее, это месяц. И только по отношению к родителям год, это траур год, это нельзя ходить на места, где есть музыка, нельзя радоваться. То есть есть какие-то ограничения целый год. Говорят кадиш, делают какие-то вещи для поднятия души родителя. Например, что мы делали? Купили шас гемару и написали ле-ле-не-ше-ма-та у меня, мои родители умерли, для поднятия души родителей. Каждый талмит-ха-хам, каждый бен-ту-ра, который читает, это как бы его учеба идет для поднятия души родителей. Есть разные возможности, есть любое доброе дело, которому дело, можно сказать, для поднятия души. Опять же, уважение к живым родителям, безусловно, больше должно быть, чем уважение к умершим. Но все наши добрые дела, все, что мы делаем в этом мире, мы, безусловно, даем это душе нашим родителям. И если они живы, добавляем им, мы можем говорить для того, чтобы наши родители сделали душеву. Мы можем молиться за наших родителей, если они еще не религиозны, но очень много родителей идут за своими детьми, потому что сила влияния такая большая, связь такая большая, и наоборот. я знаю случая, когда родители, которые забирали детей из религиозной жизни, это как бы такой печальный опыт, потому что ребенок, который приводит своего родителей, другие поколения, приводит к понятию Всевышнего, это большая заслуга для самих родителей, даже если они этого не понимают. Я вам рассказывала, семью, где сначала старшая дочка, родители очень религиозны, даже антирелигиозны, необычные, светские, нормальные, интеллигентные люди, которые получили свое образование, для которых понятие Всевышнего, это было опиум для народа, хорошие советские родители, в которых старшая дочка вдруг неожиданно стала религиозной, вышла замуж за религиозного парня, и последний их оплот это была младшая дочка, они очень рассчитывали, что она и когда вторая дочка стала религиозной, я как-то получила, сделала шудох с парнем, который был Бентура, для них это было с одной стороны, это был такой большой удар, но с другой стороны, как хорошие еврейские родители, они пошли навстречу, они сделали кошру, потом купили им квартиру детям, то есть если у родителей, у детей есть хорошее отношение, то как правило, если не дети идут за родителем, то родители идут с детьми, и сейчас такое время, когда родители идут за детьми, то есть время болеет шва, когда как-то мы делаем шва, наши родители за нами, даже в каком-то плане я чувствую, как наше поколение, мы идем за нашими детьми, то есть очень много спрашивают своих детей, потому что они уже получили совершенно другое воспитание, образование, чем мы, и поэтому мы можем сделать родителей, родители не могут делать для нас, но мы как дети, вы пока дети, но потом вы будете родителями, должны каждый раз думать, мы делаем правильно или неправильно, мы даем или мы берем, мы благодарны или наоборот мы ведем себя каким-то неправильным образом, всегда как бы взвешивать, и всегда знаешь, что это митцва, кибута рим, она очень-очень важная, она очень сложная, важная, и это это митцва, которая связывает нас напрямую со Всевышним, и это митцва, которая как бы мы даем воспитание нашим, мы воспитываем себя, и в дальнейшем мы передаем целым поколению. Есть еще какие-то вопросы? Урочка, это Вы говорили, что Всевышний хитр, когда человек стареет, собирает часть на себя, это связано с тем, что бывает душевное нездоровье в пожилых детей? То, что называем деменция, это слабоумие, это с точки зрения физическое, но с точки зрения духов, слышала, что сначала Всевышний постепенно оставляет, а потом то, что дали родители, более материальное, оно еще остается. У Вас есть какие-то... вопрос на... Если как бы ребенок не согласен с родителем в какой-то печень, то есть какие-то практически... Есть понятие «хайех кудемит», да, твоя жизнь, она самая главная. Если родитель хочет тех вещей, которые тебе никак в жизни не подходят, он хочет, чтобы ты пошел учить медицину, а ты по своей природе математик. Ты можешь сказать, сделать это в очень деликатной форме. А если родитель очень усталит, это может высказать конфликт, то есть он может даже обидеться на себя, что ты делал, что-то, что ты считаешь нужным, а не как... То есть насколько человек имеет право... «хайех кудемит», безусловно, имеет право, да, его жизнь это самое главное, да, если, опять же, он ни в коем случае задеть или обидеть родителей, он должен ему сказать в форме «нет, мама, ты не права, то, что ты говоришь, это все устарело, ты не знаешь в современном мире, ты живешь другими ценностями, вообще, ты многого не знаешь, да, мы не можем этого сказать». Можно сказать «я понимаю, слышу тебя, я подумаю, да, но, безусловно, если вы считаете, что что-то важное, вы думаете иначе, вы можете сделать, то, что касается вашей жизни». Антон, есть такой вопрос, то есть я согласен с историей, да, допустим, очень часто бывает ситуация, особенно у родителей, которые не получили любви эмоциональной, они как бы очень холодные, да, даже, может, холодного запритикуют к детей, и, как бы, эти отношения, да, они очень болезненные для ребенка, да, то есть это, как бы, любое какое-то общение с родителями, это вот какая-то критика, которая исходит от родителей, потому что у ребенка это такая ментальность, с которой он родительный вырос, и, допустим, эта девочка это понимает, что она, все равно очень тяжело, да, и то есть это делать, да. Это работа, это тяжело, хорошо, когда у тебя хорошие отношения с родителями, они всегда тебя любили и принимали тебя, безусловно, любовью, это замечательно, тогда их любить, очень легко уважать, но есть другая работа, когда это непросто, это то, что мы должны сделать, мы должны идти в те точки, которые мы, да, получили, то, за что мы, да, можем любить и уважать, у каждого человека есть та точка, за которую можно уважать, у каждого человека, мы должны ее искать, я говорила, что если понять это кав-сход, это кав, когда ты берешь, кав-это лопата, ты должен взять лопату, копать и находить этот кав-сход, и особенно с родителями, ты должен находить эту точку, за которую ты должен уважать, и если ты уважаешь своего отца, ты будешь уважать своего мужа тоже, для тебя твой отец, он как бы прототип будущего мужа тоже, и ты будешь уважать, то есть свои отношения, отношения с родителями, это отношения с Богом, И отношения с миром, безусловно. — Ханечка, вы в прошлом уроке рассказали историю про то, как вы пытались помирить дочку с мамой, да, и мама, и дочка при маме рассказала, ну, и было много всего негативного. С одной стороны, мы говорим о какой-то открытии, которая должна быть нечего в семье, а то есть какая-то граница, о которой мы все-таки не говорим родителям какое-то причение? — Ни в коем случае. Мы не должны ни оскорблять, ни обижать, ни говорить плохие слова. Мы можем думать, мы люди, у нас могут быть какие-то мысли, какой-то гнев, мы ни в коем случае не можем это выражать. Это полный запрет, это полный запрет. И поэтому то, что она говорила, это было так больно и так ужасно. Мне было очень сложно это слушать, потому что никогда в жизни не слышала таких вещей, но это то, что происходит в современном мире, к сожалению. С точки зрения евреевства у нас нет никакого права. Мы можем быть несогласны, можем думать иначе, мы можем в каком-то плане гневаться. Мы должны работать с этим гневом, но мы не можем это выражать. Мы к родителям с точки зрения кого-то, кого-то мы говорили, это ум, это не сердце. Мы должны относиться к нему так, как требует этого Тора. То есть, в принципе, который мы должны упражать, у нас нет нигде, даже не требуется любить, да? У нас не требуется любить так же, как мы любим другого Ахафтора и Хакамоха. Тора требует от нас любить другого человека. С точки зрения любви мы можем не любить, как любого другого человека. С точки зрения ввода у нас есть прямая обязанность, мы должны просто целенаправленно над этим работать. Это то, что требует Тора, и это у нас есть асара диброд. Это в пяти первых диброд, в пяти первых речений, которые относятся к отношению между человеком и Богом. Это не между человеком и человеком. То есть, эта митсва настолько серьезная, что известны случаи, когда это ученик или друг раби Акива, для того, чтобы мать встала с кровати, он садился на четвереньке, для того, чтобы она могла на него наступить и встать с кровати. Я знаю реальный случай, это муж моей подруги, когда отец был очень болен, он ложился на крыль, чтобы отец не упал. Он так спал с ним. То есть, он мог поставить, наверное, какие-то стулья или мог поставить какое-то заграждение, но он спал, я хорошо это помню, он ложился на край, чтобы отец не скатился, потому что он мог сделать какое-то движение. Он был уже не очень здоровый, не очень сознательный, достаточно пожилой, чтобы он ни дай бог не упал. То есть, нет предела, нет конца. Ты мог, как мы можем уважать, отдать своим родителям. Но, безусловно, из понятия «хаях кудемит» надо понять, где, как и в чем. То есть, формально мы должны во всем, а неформально это. Как получается, да? Очень часто бывает, что родители живут в другом городе, в другой стране и мало общаются со своими детьми, или дети мало общаются со своими родителями. Есть какая-то вообще интенсивность? Очень важно звонить. Очень важно звонить родителям, быть с ними на связи. Первое – звонить, узнавать, как дела. Это очень важно. Звонить, писать. Это очень важная вещь. Я знаю, что у меня есть двоюродный, у моего мужа есть родственник, который, уехав в Израиль, не писал своей маме, которая была в Кишиневе. Большего горя для нее не было. Почему он не писал, никто не знает. Не писал, звонить тогда тоже было невозможно. Это были времена железного занавеса. Не писал, не звонил, и мама, мне кажется, просто от горя она забыла. Хотя было известно, что он жив и здоров. Но не было никакого контакта. Почему это было? Трудно сказать. Руки не доходили. Я знаю, есть какие-то вещи, когда человек, если он специально этими занимается, ему как бы не приходит в голову, я не знаю. Но как бы он знает, что мама в порядке, мама знает, что он в порядке достаточно. Обязанность, обязанность звонить, писать, быть в каком-то контакте, посылать какие-то там. Самой, делать самой эти усилия. То есть, если, допустим, не до какого-то такого семейного желания, что-то рассказать, просто будет рассказать то, что вы говорите, просто позвонить и спросить, как дела? Да. Узнать, что у нее, что у мамы, дать ей что-то. Совершенно не обязаны рассказывать, как дела. Дать сделать что-то для родителей. Опять же, у нас есть обязанность вернуть тот долг, который нам дали. Мы должны. Мы должны хорошо понять, что мы должны нашим родителям. Вы когда будете, интересно, что Всевышний делает так, что ребенок проходит все те круги, которые проходил в родителях. Да, в какой-то момент он становится тем, кем был его родитель в каком-то возрасте. И тогда мы начинаем больше их понимать, мы должны больше ценить. Мы вдруг становимся такими, как они. Даже в тех вещах, которые нам не нравятся, с которыми мы боролись. Мы можем наконец-то понять их. Потому что у нас идет критика, мы не до. У нас как бы есть ощущение, что у кого-то больше мама всех обнимает, а чья-то мама обнимает своих детей, а моя мама не может даже движение сделать. Мы даже не знаем, что моей маме никто не делал в своей жизни. Мы даже не знаем, что это такое. Никто ее никогда не обнимал. Никто никогда не говорил, я тебя люблю. Люди проходят очень тяжелые жизни, особенно поколения в Советском Союзе бывшие. Это страшные судьбы, бескалеченные жизни, это запуганные, это закрытость эмоциональная, это страх, бесконечный страх. Это все очень повлияло на поколения. А у меня вопрос о комбинарщиках, скажите, пожалуйста, а приемным родителям нужно быть? У нас тоже биологические обязаны? Да, но если нет биологических, то как биологическим? Если есть биологические, то биологическим с точки зрения лохи. И приемным тоже. Приемным тоже, это благодарность. Я не знаю, если нет родителей биологических, я думаю, что они выполняют роль. Это вопрос к РАВА. Есть много вещей, которые тонкости надо узнать у РАВА. Я не могу сказать 100% или есть обязаны с точки зрения ТОРы к приемным, но то, что биологическим точно есть, даже если они не выполняют свою роль. А к приемным, я думаю, надо спросить у РАВА, точно ли есть. Да, да. Так как я работаю с пенсионерами, я, предположим, хочу привести пример. Одна женщина, которая 76 лет. И вот она всю свою жизнь помогает своим детям, помогает своим внукам. И уже дошло до того, что я вижу, что и в 76 лет она все им отдает, и больше, чем нужно. И полностью как бы сама живет в минус, но только детям. Я, значит, говорю ей, дайте возможность, чтобы дети ваши, ваши внуки вам вернули. Ага. Получайте что-то от них, а не постоянно отдавайте. Ага. И вот у нас возник такой разговор, что где эти границы, когда родители могут перестать давать, и когда дети обязаны как-то помогать. Родители, когда они, родители не обязаны помогать своим взрослым детям. Опять же, родители считаются, что до трех лет обязаны. До трех лет. До трех лет. А потом это хэсэд. Потом это хэсэд. То есть, получается, что то, что человек приходит и что-то требует, это претензия, у него нет основы? Никакой основы. Никакой. Родитель ничего не обязан по отношению к ребенку. Поэтому Всевышний дал родителю такой очень сильный инстинкт. Поэтому ему не надо этому учить. Именно учить любви, ему нужно учить давание. Он хочет давать. Для него ребенок, продолжение его, он его бесконечно любит. Нет митцвот уважения детей, любви к детям. Нет такой митцвы. Почему? Потому что это естественным образом. Потому что, когда ты будешь мамой, ты поймешь, что это такая сильная любовь к детям, что тебе не нужно, чтобы тебе говорили митцвот. Нет митцвот, связанный, если у нас есть в нашей природе. Нет митцвот. Митцвот пришла научить нас чему-то. Поэтому, а родители у нас нет инстинктивной любви. У нас только может быть любовь. Только может быть благодарность и уважение. У нас нет родителям то, что есть у родителей по отношению к нам. У нас может быть хорошее отношение, у нас может быть благодарность, но у нас нет этого инстинкта. Да, да. А что делать, если на уровне митцвот? Ты выполняешь, ты уважаешь родителей, ты проявляешься, но внутри ты их не можешь простить. Как бы ты, получается, перед Богом чист, перед родителями тоже, но внутри тебе очень тяжело. Мы говорили об этом на прошлом уроке. А еще есть люди, которые, они так не могут простить родителей, что они не могут этого делать. То есть, какие шаги делать, что понять? Смотри, мы говорили на прошлом уроке, может быть, у нас будет следующий урок о том, как прощать. Как прощать. Но опять же, мы говорим о функционировании. Функционирование обязательно. Прощение, это уже касается чувств человека. Безусловно, он должен этим работать для него самого. Но функционировать, давать квот на уровне действия, он обязан. А то, что он не может спросить родителям, это его работа. Мы будем говорить об этом. Мы говорили на прошлом уроке. И будем говорить дальше. Опять же, главная вещь, это понять, за что-то да, может, мы его благодарим. И где-то можно найти эту точку, которая облегчает. Что она говорит, это очень важная вещь, потому что получается, что человек хочет, глупо понимает, послушав вашу лекцию, да, конечно, должен говорить кому-то эмоционально. Внутри у него нет согласия. Получается, что каждый раз он да, как будто бы все усиливает, да, звонит. А внутри там все, как бы, а почему он не сделал так? То есть, почему он не сделал так? И при этом, исходя из того, что вы говорите, получается, что претензий у человека по отношению к характеристике вообще не может быть никаких. Потому что родители ничего не обязаны. То есть, то, что у человека это ощущение, что мне не додали, это исходя из того, что у него как будто их понимали, что мы должны дать. А если мы исходим из того, что Ханна говорит, что дать и никто ничего не должен, то трогали дали и все. Тогда получается, что эти все претензии откуда тогда они идут, почему? С точки зрения медсвод, родитель говорит, после 12-13 лет, девочка 13 лет, да, барох шипет ранен, да. Благодарю Всевышний, что ты меня избавил от этого. До 3-х лет физически, а потом ты должен его поставить на ноги с точки зрения Торы. С точки зрения Торы ты должен научить его медсвод. До 12-ти? До 12-ти девочки, до 13-ти мальчиков. И все? Да. Больше ничего. Наши претензии не связаны с тем, что мы как маленькие дети. Мы привыкли брать, а мы продолжаем брать. Это какое-то эго, да? Безусловно. Это безусловно. Не дадали, да. Мне не дадали, то мне дадали. То, что мы там остаемся, да, как бы это немножко даже удобно. Поэтому родитель должен делать все, чтобы ребенок научился давать. И дать ему возможность, чтобы он проявлял то, что говорит Маргарита, чтобы он проявлял кибут, да. Дать ему возможность. Принеси мне, пожалуйста, чай. Принесу чай, он проявит то самое. Помочь ему в этом. Помочь, не подставлять ему, не требовать от него, а наоборот, помочь ребенку сделать эту митсву. Это воспитает ребенка, это правильная вещь по отношению ко Всевышнему. То есть помочь ребенку быть правильным евреем. И обязанность, права, это большая часть бабушек, я не знаю, русская бабушка или прочая, которые привыкли давать, давать, давать. В этом был смысл в жизни. Они не понимали, как можно жить для себя. И этим они гордились. Это был очень большой недостаток, потому что они выращивали паразитов, людей, которые все время брали, брали, брали. А потом они же их били. Мы же говорили с точки зрения того, что если ты ничего не требуешь, только даешь, то это называется хэсэдбликволя, это разврат. Тогда ты развращаешь человека. И он не ценит то, что ты ему даешь. И наоборот, он тебя начинает потом бить, ругать, оскорблять, и не понимает, что ты вообще дал ему всю жизнь. Это претензии большей части родителей, которые дали свою жизнь. Потому что они не поставили эти границы. Сказали, здесь есть я, есть моя жизнь, есть ты, я могу тебе помочь. Я хочу, чтобы ты дал, чтобы ты мне тоже давал. Опять же, давать не требовать. Я читала письмо, как-то мне просили сделать графологический тест одной женщине, которая уже умерла. Это свекровь. Это свекровь одной женщины. Она просила, чтобы я посмотрела, что она была за человеком. Она уже умерла. И в этом письме она требовала от своего сына. Видно, она не могла получиться каким-то естественным образом. У нее был конфликт с невесткой, с сыном. И она ему угрожала. Если ты не дашь мне это, если ты не сделаешь мне это, я от тебя такой, я от тебя прокляну. Какие-то страшные вещи. То есть, так как это не было естественным образом, не было каких-то правильных гармоничных отношений, и поэтому она хотела получить это уважение, хотела получить его какое-то отношение к себе через угрозы. Поэтому как-то она так в этой злости, ненависти, в этом каком-то, так она ушла из жизни. И оставив после тебя ужасно такой тяжелый след плохих отношений и с сыном, и со свекровью, и с невесткой. Поэтому это как бы построить эти нормативные отношения с родителями, чтобы мы могли их действительно уважать не только формально, но уважать их сердцем, душой, понимать их жизнь. Какой момент, когда мы окажемся на их месте. А мы точно окажемся на их месте. В какой-то степени. Безусловно, мы другие люди, у нас другие задачи. Но в какой-то мере, когда мы будем мамой, когда вы будете мамой, вы видите и почувствуете ту маму в том возрасте, в той ситуации, с теми ошибками. И вы поймете лучше. И иногда бывает поздно, когда родители уходят, и мы начинаем сокрушаться. Почему я не сказала я слегка? Почему я не простила? Почему я не поняла? Почему я не построила тогда правильные отношения? Ведь сейчас же поздно. Нет их. Поэтому нужно как-то успеть сделать эту самую большую митцву. Я говорила с одной женщиной, у которой у родителей, у матери был деменция. Вот этого деменция. Слабоумие старческое. И она к ней приходила каждый день. И говорила с ней все. С одной стороны, ты думаешь, но она все равно ничего не понимает. Вот ты с ней говоришь, а ты даешь о кого-то. Она ничего не понимает. Она говорит, я даю ее душе. Ее душе она есть. То есть я даю не ее сознанию, которое ушло, не ей как личности, которая как бы разрушается, а ее душе. И безусловно, эта митцва сохраняется, даже если у человека ушло его сознание, даже если у него, как говорим, Всевышний забрал часть его дата. Эта митцва все равно сохраняется, потому что есть душа матери, есть мать, есть отец. Это очень больно всегда видеть. Это ужасно больно, когда родитель в какой-то момент перестает быть какой-то личностью. Но мы должны понимать, что за личностью состоит бесконечная душа. И это все равно это человек. Даже если мы видим в какой-то такой болезненной форме. То есть исходя из того, что вы говорите, получается, что человек говорит, что я лично за своего родителя по какой-то причине, это в принципе говорит эго, да? Потому что получается... Он может быть обижен. Мы люди. Он может быть обижен. Да, да. Потому что мама, потому что, допустим, мама в отношении ко мне было слишком холодно. То есть мама мне не дала тепло, и вот из-за этого как бы я на нее обижена. То есть получается, что это как она мне не обязана давать? Она не обязана. Она не обязана. Она не обязана. Она хотела... Подумай, что она да дала. Она не обязана. Она должна была тебе... Подумай, что она да дала, и за что ты можешь быть благодарна. Подумай, какие у тебя есть качества, которые она тебе передала. Подумай о том, как когда ты была маленькая, как она с тобой ходила, как она ходила по врачам, когда ты болела. Как она воспитывала тебя, как она дала тебе самое лучшее. Подумай о том, об этих бессонных ночах, которая она вставала, и будьте, пробуди у себя, воспитай в себе эту благодарность, тогда будет легче это делать. Эта работа... У нас может быть только благодарность, никаких ожиданий. Никаких ожиданий. Она дала максимум из того, что могла, как любая мать. Любая мать, любой отец. Единственное, когда можно задеть, вы знаете, если вы хотите кого-то обидеть, серьезно. Никогда не нужно это делать. Скажите человеку, это плохая мать. Нет ничего страшнее для нормальной матери, потому что это настолько в глубине ее сущности материнской. Материнство это настолько глубинная вещь, что если вы скажете человеку, это плохая мать, для нормального человека, понятно, это самое большое ругательство. Потому что любая женщина, когда она становится матерью, она хочет быть самой лучшей в мире. Особенно, если она где-то недополучилась, что это она хочет быть лучше, чем самая лучшая в мире. Это ее работа. Это нас вообще не касается. Это ее работа в жизни. От нас только требуется быть благодарны за то, что она нам дала. Потому что если человек не благодарен, то, что сказал Рав Бриск, он не человек. Он не человек. Человек может быть миллион недостатков, но если у него из главного нет благодарности, он просто не входит в параметры человека. Их надо уважать, но не так, как родители. Есть возможность туда. То есть их надо к дедушкам и бабушкам хорошо относиться, уважать. Но это не... Это хорошо. Вообще очень хорошо иметь связь со своими корнями. Это очень хорошо. Знать свою историю. Знать свое родословное. Есть люди, у которых там целое древо их. Это очень хорошая вещь. Это очень правильно соединиться со своим басисом, со своими корнями. Это больше узнать самого себя. Это принять самого себя. Я недавно говорила по поводу Шадуха с одной женщиной. Она рассказывала, что человек, с которым она встречалась, это человек, который убегает от своего русского прошлого. Есть люди, которые не принимают себя как русских. Они тоже хотят селиться с американцами, с израильтянами, с итальянцами. В том месте, где он оказывается, он хочет, чтобы не быть тем, кто есть он. Он не хочет... Ему тяжело быть связанным со своими корнями. У него есть какой-то комплекс по поводу того, кто есть он. Опять же, мои корни — это я. Значит, есть какая-то проблема у меня с самим собой. Наоборот, чем больше мы узнаем нашу историю родителей, бабушек, дедушек, не обязательно быть на прямой связи. Если вы можете, то, может быть, да, хорошо. Тем богаче вы будете сами. Тем больше вы будете любить, принимать и знать самих себя. Я вам говорила на каком-то уроке, что был такой Ирухом Лейбович, который... Эможгеев в мире, который специально ехал в город, это было до войны. Специально ехал в городок, где жили его двородные братья, и наблюдал за их жизнью, за их качествами. Хотел знать просто, кто есть он. Через двоюродных братьев он как бы пытался понять самого себя. Поэтому наши близкие люди — это мы сами, и наш конфликт с родителем, как правило, это конфликт с самим собой. Потому что эти папа и мама разведённые, или хорошо живущие, или конфликтующие, или наоборот, это они у нас внутри. Мы не имеем права требовать любви к нашим родителям. У него права ничего требовать от родителям. Мы можем дать им. Если мы видим, что мама не может дать нам любви, дайте вы ей. Скажите ей, подарите что-то, обнимите, я не знаю, всё что угодно. Работайте над этим. Если мама ничего требовать, мы не можем, потому что если она не дала любви, она её не получила. Мы говорили уже об этом, да? То есть человеку очень тяжело дать то, что он не получил. Но это его работа. Так а если мы её не получили, как мы? Вот так, учиться этому технически вначале, а потом это приходит. Подойдите осознанно. Есть какие-то вещи, нам тяжело отдавать. Мы очень многие вещи делаем тяжело, но нужно, мы делаем их. И тогда появляется уже вот эта вот и потребность, и любовь, и возможность дать. Потому что если вы не получили любовь, не можете дать её другому, если можете дать своему мужу детям, это нужно не только для того, чтобы вернуть маме, дать маме то, что, может быть, она не дала, и она с удовольствием это приняла. У меня тоже есть знакомые, которые говорят, что мама никогда не обнимала, только критиковала. Ей очень тяжело обнять своего мужа, своих детей. Я иногда как бы так говорю, давай обними меня, обниму тебя, и мы так постоим. Мы учимся обнимать, любить, сдавать. Я не думаю, что из этой нехватки. Есть просто разные люди. Есть люди, которые очень любят объять. Есть разные люди. Я не думаю, что это как... А может быть, как нехватка? Может быть, да. Но ничего плохого там нет. Учеб не может сейчас это объяснить на счет того, что наши родители, это мы, немножко не понимаем. Допустим, если, допустим, мама с ребенком, они отличаются, вы сказали, да, по-разному по характеру. Мама такая более рациональная, дерзанная. Там ребенок будет такой теплый, открытый, эмоциональный. И вот, и они вместе. То есть каким образом мама рациональная, дерзанная, она как бы... Какие-то качества есть в себе тоже в какой-то мере. Вы, безусловно, разные люди, разные души. Но в какой-то она передала, мы получаем наши качества от наших родителей. Мы очень много от них получаем. И какие-то вещи есть твои. За эту вещь ты можешь увидеть в себе. И через это как бы соединиться. У кого-то больше, у кого-то меньше. Принаблюдаю. Но кроме того, есть они душевно в тебе. Как мы говорим, ребенок вначале, он привязан совершенно к матери. Потом он, когда произошел... Мы говорили же на уроках, произошел тот самый симбиоз, когда ребенок может отпустить маму. Он отпускает маму не просто так. Он знает, что мама с ним. Вначале ребенку нужна физическая мама. То есть физическая мама – это физический симбиоз. Мама есть, значит мне спокойно. Когда он подрастает, мама, ее может быть физически нет, но она внутри него. Потому что он знает, что мама с ним, даже если ее нет рядом. И тогда он ее отпускает. Это называется, что ребенок делает какое-то свое отделение уже. Он становится уже взрослым человеком. Это точно так же мы говорили о том, что происходит в паре, в семейной паре. Вначале мужа и жены должны быть физически рядом. Они все время вместе. Они ходят вместе, они готовят вместе, они гуляют вместе. Они все время вместе, потому что им нужно физически вот это ощущение близости. Через какое-то время, даже если мужа нет, жена все равно чувствует, что он рядом, потому что он стал частью ее в каком-то плане. Если произошел этот период, этот правильный период симбиоза, когда они были правильно вместе, тогда она спокойно может быть в другом городе, в другой стране и все равно будет ощущать вместе. Она не будет чувствовать себя одинокой. Поэтому в этом плане родители в каком-то, в какой-то, да, они внутри нас. И поэтому, когда родители, не дай Бог, ссорятся, или когда они, не дай Бог, разводятся, то есть это боль внутри нас. И мы должны эту боль как-то ее примирить, да, как-то внутри себя сделать этот шаламбайт. Даже если не разошлись, мы должны найти им какой-то, какой-то мир внутри самих себя, оправдать их, понять их, принять их. Это какая-то работа самого человека, это его испытание. То, что мы говорили, у каждого есть какие-то свои точки, где он должен работать. Но родители, это не просто кто-то там, да, это такая вот, это те, кому Всевышний дал эту задачу в этом мире привести, привести, сдал задачу привести нас в этот мир, у которого есть какие-то наши отношения с ними. И эти отношения, они не просто какие-то случайные. Мама почему-то оказалась не такая, как я хотела бы. А это отношения для того, чтобы мы через это выросли. Если через это выросли, когда растет, растет, и за 120-ти, ну, как бы, такое обиде на свою семью, каким образом это его, как бы, тормозит в жизни, как это влияет на жизнь? Тормозит его жизнь во всем, потому что обиды, они забирают очень много сил, во-первых. Он все время занят этим. Это забивает его силы, энергию, мысли. Во-вторых, он не берет ответственность за свою жизнь. Он все время сваливает на то, на тех, и на недодали, недосказали, недолюбили, недообнимали. И не делает то, что он должен делать. Он не берет ответственность за свою жизнь. И, кроме того, его отношения с миром, они тоже неправильные. Они тоже как-то исковерканные. Поэтому, как бы, наши отношения с родителями, с точки зрения Торы, это очень важная митцва. С точки зрения... Эта митцва связана с нашим отношением с Ивешними, с точки зрения человека к человеку, это очень важная вещь. Это очень важная вещь, потому что... Самые близкие люди. Самые близкие люди, с которыми мы идем по жизни до... До конца этой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok